друзья всем привет всем привет сегодня мы забираем митсубиси мираж подписчик сахалина александр мы ему выбрали эту машину помогли выбрать и сегодня мы ее погоним на отправку короче мираж получился вот такой немного входся на крыло колесо заднее блин вообще куда-то ушло завернута крылу тоже досталось серый цвет зато пробег родной бочини тоже не повезло сотрите порвала всю бочину там по-любому загнула порог дверь задняя арка короче вот такой мираж ребят мы немножко пошутили вот наш миражек которого мы выбрали но о нем расскажем чуть-чуть позже так мы пока мы едем с вами на отправку давайте коснемся вот это новости что с правым рулем правый руль под запретом или нет выдают птс нет потому что многие там говорили то что короче говоря правый руль запретили значит что пишут нашим наши местные смеи и владеводцамска до�ния перестанет оформлять автомобили нагородним покупателям конце марта с конца марта воду стаска то можно не будет оформлять импорт и автомобили купленные физическими лицами лицами проживающими за пределами приморья и нагородным придется оформлять там можно транзит внутри страны и оплачивать вашirs дважды во вторник 5 марта ладонадского таможника внезапно прекратила оформлять импортные автомобили, купленные жителями других регионов. Несколько сотен машин встали в таможенной зоне, а их растерянные владельцы пытались понять, что делать дальше. По мнению таможни, сейчас все жители регионов, чтобы растаможить автомобиль из Японии, должны оформлять таможенный транзит на своего города, рассказывают представители компаний, возящих авто в Россию. Для транзита внутри страны им придется заплатить обеспечение в размере пошлины, потом оформлять у себя и платить снова пошлину. Обеспечение потом месяца три еще возвращать. Причем в Владивостоке никто таможенный транзит оформлять не берется, ни один таможенный брокер. Еще вариант оформления на физическое лицо, которое проживает в Приморском крае, то есть на знакомых, друзей, родственников. Нет родственников, значит нет и машины. И кстати, еще одна новость. Основной таможенный склад Владивостокского автомобильного терминала с 1 марта сильно подорожал, как говорят участники рынка. Теперь начиная с 8 дня хранения стоит 300 рублей в сутки, с 16 по 30 уже 600, а потом 900 рублей. Сегодня, 6 марта, таможня снова начала оформлять автомобили старым порядком. Однако покупателям вынесли предупреждение. Аттракцион неслыханной щедрости продлится ровно до конца марта. Регистрация по месту пребывания на время таможенных процедур также не поможет. Временная прописка в данном случае не работает. Ну а сегодня, 7 марта, значит, таможня опровергла эти слухи. Опять новости наших СМИ. Значит, оформление транспортных средств, перемещаемых физическими лицами, ведется в штатном порядке, сообщила в четверг пресс-служба Владивостокской таможни. Владивостокская таможня сообщает, что таможня на оформление транспортных средств, возимых на территорию Российской Федерации, физическими лицами, ведется в обычном порядке. Декларирование автомобиля осуществляется лицами, проживающими в любом регионе Российской Федерации, либо их таможенными представителями. Решение об отказе в регистрации пассажирских таможенных деклараций таможенными постами Владивостокской таможни по основаниям, связанным с местом проживания или регистрации лиц, не принималось, говорится в сообщении таможни. В пресс-службе добавили, что с начала года таможенными постами выпущено 1383 автомобиля, возимых на территорию Российской Федерации физическими лицами. Оформление транспортных средств, перемещаемых физическими лицами, ведется в штатном порядке. Для этого физическому лицу необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию, подтвердить сведения об автомобиле документально и уплатить таможенные платежи. Ограничения для граждан, не проживающих в Приморском крае, не установлены. Приводятся слова заместителя начальника Владивостокской таможни. В общем, переживать пока не стоит. Машины оформляются, ПТС-ки выдаются, будем следить за новостями. То есть будете всегда в курсе, что происходит. Так, друзья, теперь вкратце расскажем вам об этом автомобиле, пока Сергей пошел оформлять документы. Это Mitsubishi Mirage 2014 год. Он в сером цвете, он не битый автомобиль, весь в родной краске, кроме бамперов. Задний бампер покрашен и передний бампер покрашен. Он стоит на литье, на хорошем на японском литье, на жирной летней резине. Обратите внимание, в каком состоянии резина. Установлены 14 колеса, размер 165-65 на 14. Установлены на автомобиле туманки. Туманки японские, туманки не китайские. Посмотрите, как он выглядит. Стоимость данного автомобиля стоила он 405 тысяч рублей. Продавец скинул 10 тысяч рублей. Для нашего подписчика мы посмотрели три автомобиля все 14-х годов. Вот у первых двух были нюансы по кузову, нюансы с двигателем, нюансы по салону. Этот автомобиль полностью его устроил. Еще раз повторяю, он не битый, он не крашеный, кроме бамперов. У него чистый, ухоженный салон. Багажное отделение без вмятин, без царапин. Запаски на автомобиле нет, идет ремкомплект. Обратите внимание, сзади тазик он как новый. Кстати, пробег у автомобиля 44 тысячи километров. Сейчас многие комментаторы будут писать, да, что японский там автохлам за 400 тысяч рублей. Я себе лучше что-нибудь другое куплю. А что вы себе купите, ребят? Вы не путайте, не путайте японский автомобиль. Там с ладами, с вестами, там с солярисами и так далее. Место вам показываю. Смотрите, сколько сзади места. Я сижу с моим ростом, мне сидеть удобно. У меня коленки не упираются в переднюю сидушку. Так, место, конечно, такое. Фуры ездят, но припарковаться больше негде. Также вам показываю спереди, сколько места. Здесь тоже, видите, да, коленочки мне никуда не упираются. Сидеть мне очень удобно. Здесь у нас идет бардачок, как и во всех автомобилях. Инструкция на магнитофон. Инструкция на сам автомобиль. Все по-японски. Что вам по салону рассказать? То есть центральная консоль, да, как обычно, обратите внимание, она еще в пленочке. Пробег. Сейчас мы туда сядем, покажу пробег. 44 тысячи автомобиль на вариаторе. Ручник. Здесь подстаканники. Здесь тоже какой-то подстаканник. Вот эта вот маленькая ниша, я так и не помню, для чего она. Но я нашел ее применение. Смотрите, ключ идет в автомобиле вот такой. Ключик туда положили. Он лежит никуда, он оттуда не денется. Далее, смотрите, японская бирочка о замене масла. То есть масло менялось на 43 тысячах километров. Еще можно ездить до 48 тысяч. Спереди место показалось также дверная карта. Здесь идет подстаканник. Ну и, естественно, электростеклоподъемник. Для задних пассажиров также электрические стеклоподъемники. Значит, трансформация задних сидений, ее как таковой нет. То есть спинка, задняя спинка, она фиксируется только в одном положении. Задние спинки сидений, они раздельные. То есть, если мы их складываем, получается практически ровный пол. Ну, неровный пол здесь вот. Есть у нас такой бугорок. Но, тем не менее, багажник получается довольно-таки объемный. Смех на место поставим. Также, если обратили внимание, там стоит штатный магнитофон. Штатный магнитофон без монитора. То есть, соответственно, камеры заднего хода у нас здесь нет. Автомобиль идет без ключевой доступ. Машина закрылась. Автоматически складываются уши. Подошли к кнопочку, нажали, автомобиль открылся. Сейчас вам покажу подкапотное пространство. Мотор здесь стоит литровый. Если бы точнее, 999 кубических сантиметров. Штучка здесь хитрая такая. Найти ее еще надо. Вот она. 69 лошадиных сил. Подкапотное пространство, в принципе, большое. То есть, удобно работать, удобно, если что-то сделать, что-то поменять. Обратите на состояние двигателя. Даже намека на ржавчину нет. Значит, прокатился на автомобиле. Едет он довольно-таки бодро. Значит, здесь у нас регулировка зеркал, корректор фар, система i-stop. Автомобиль на светофорах тормозит. Ну, не только на светофорах, да, где-то остановились, автомобиль заглох. Когда нажимаем на тормоз, только много с педали тормоза убрали, автомобиль автоматически заводится. Кнопка старт-стоп. Заводим. Так, руль у нас идет обычный, музыку потише. Многие спрашивают, да, то, что будет работать или не будет работать японский магнитофон. Друзья, японский магнитофон работать будет, но будет он ловить там буквально, буквально две волны. Чтобы он работал на наших волнах, нужно ставить FM-конвертор. Далее, значит, пробег, как вы видите, 44 тысяча 937 километров. Здесь у нас тахометр, спидометр. И обратите внимание, на спидометре у нас 200 километров. Так, друзья, ну на этом все. Документ оформили. Автомобиль нужно спустить вниз в порт. Его примут на ответственное хранение. Поэтому вот, что получилось рассказать, точнее, что успел рассказать, то рассказал. Понравилось видео, палец вверх. И не забываем подписываться на канал. Всем пока.